Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 28 сентября, Православная Церковь совершает память святителя Иосифа, епископа Алаверцкого. Святитель Иосиф – епископ Алаверцкий, один из тринадцати святых сирийских каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества. Он, как цвет вожделенной девственности, с ранних лет избрал иноческие жеребии. Придя в Грузию со своим учителем, святым Иоанном Зидознийским, святитель Иосиф поселился в Кахете, в безлюдной и бесплодной Алаверцкой степи. Здесь он начал свои аскетические подвиги. Духовная сила его была столь велика, что его не трогали даже дикие звери. А степные лани приходили к нему и питали его своим молоком. Один из кахетинских вельмож во время охоты оказался в Алаверцкой степи и был так поражен, увидев святого Иосифа, стоящего на молитве, что остался с ним. Молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни преподобного Иосифа распространилась по Кахете. В Алаверцкую степь к святому Иосифу стали стекаться ревнители благочестия и подвижнической жизни. Так возникла обитель и был сооружен храм в честь святого великомученика Георгия. Избранный в настоятеля обители, святой Иосиф с отеческой любовью заботился о братьи монастыря и о духовном просвещении Кахетии. Языческие суеверия еще не были искоренены, и святой Иосиф с крестом в руках часто оставлял монастырское уединение и отправлялся на проповедь Слова Божия. Народ Кахетинский, видя святую и непорочную жизнь преподобного Иосифа и его искреннее желание послужить им, с охотою и радостью принимал евангельское учение, оставлял свое неверие и языческие обычаи. Святой Иосиф составил катехизис, утраченный в XVI веке, по которому учил вверенную ему паству. Завершив под конец жизни свое высокое служение, святитель Иосиф затворился в тесной келье для полного безмолвия. В 570 году последовала мирная и блаженная его кончина. Святитель Иосиф был погребен в храме святого великомученика Георгия в Алаверде. В IX веке на месте прежнего храма был воздвигнут величественный Алавердский собор, в котором слева от алтаря у северной стены под спудом покоится тело святителя Иосифа. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается попразднство воздвижения креста и чтится память святых. Великомученика Никиты празднуется обретение мощей святителя Акакия, исповедника, епископа Мелитинского, мучеников Максима, Феодота, Асклеады, Асклепеадоты, мученика Порфирия. Празднуется обретение мощей первомученика Архидиакона Стефана, преподобного Филофея Пресвитера в Малой Азии, святителя Симеона Архиепископа Солунского, а также новомучеников и исповедников российских, священномученика Иоанна Ильинского Пресвитера и преподобномученицы Евдокии Ткаченко, священномучеников Андрея Ковалева, Григория Конокотина, Григория Троицкого и Анна Яковлева Пресвитеров, преподобного Игнатия Бирюкова Исповедника, священномученика Дмитрия Игнатенко Пресвитера, священномучеников Иоанна Бороздина, Иакова Леоновича, Петра Петрикова, Николая Скворцова Пресвитеров и Николая Цветкова Диакона, преподобно мученице Марии Рыковой и мученице Людмилы Петровой. Совершается празднование новой Никитской иконе Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництого. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудивающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok